Сегодня в морском собрании. В нашу гавань заходили корабли. Хроника необычных визитов в Порт-Владивосток. Два учебных корабля зашли в бухту Золотой Рог. Один шел из Кронштадта через Севастополь, обогнув половину земного шара. Другой лишь пересек Японское море, но зато на парусах. Гран-при за Арктику. Международный телефестиваль «Человек и море» подвел итоги и назвал лучших в морской документалистике. Два необычных морских визита, совершенно разных, но в чем-то схожих. Учебный военный корабль с курсантами Санкт-Петербургского военно-морского института ошвартовался на главной базе Тихоокеанского флота. Японский учебный парусник с кадетами и курсантами разных морских вузов страны Восходящего Солнца стал у главного гражданского причала Владивостока на морском вокзале. В начале о Перекопе. Это учебный корабль, который входит в состав Балтийского флота. И он совершает беспрецедентный для него обход всего Евразийского материка. На борту 200 офицеров Балтийского флота и столько же курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института. Они провели в море два месяца, прошли почти 30 тысяч километров от Севастополя до Владивостока. Экипаж встречают высшие офицеры Тихоокеанского флота. По традиции на 33-м причале торжественный митинг в честь окончания похода и подведения итогов. Курсантов поздравляют с морским крещением. Прямо в море курсанты обучались военно-морским премудростям за современными компьютерами и с помощью различных симуляторов. Теперь каждый, кто сходил в этот учебный дальний поход, умеет обращаться с картой, знает наизусть все типы кораблей и освоил навыки навигации по звездам на небе. Подобных походов в истории Питерского высшего военно-морского вуза еще не было. Во Владивостоке их часть почти кругосветки заканчивается. Балтийцы отправляются домой, но уже самолетом. А вот закончить уникальный переход вокруг Евразии предстоит теперь курсантам Товму имени адмирала Макарова. Учебный корабль «Перекоп» будут готовить к переходу в Владивостоке два месяца, затем курс на Камчатку и впервые в истории – переход в Мурманск через Арктику северным морским путем. Многое впервые и в визите японского учебного парусного барка Кайо Мару. Впервые будущие японские моряки поднялись на борт российского учебного судна, где их торжественным строем встретили курсанты-практиканты МГУ имени адмирала Невельского. А российские курсанты пришли на борт японского барка Кайо Мару, впервые посетив японское парусное учебное судно. Оба судна стояли рядом у причала морского вокзала Владивостока. Членов экипажа и кадетов японского парусника встретил капитан Надежды Сергей Воробьев. Курсанты провели экскурсию для гостей, познакомили со всеми помещениями судна, продемонстрировали несколько морских узлов и подарили японцам памятные значки. В учебном классе для кадетов с Кайо Мару провели урок русского языка, научили нескольким русским словам, в том числе «дружба» и «приветствую», «ура». Объединила японских кадетов и наших курсантов совместная работа по подъему косого паруса. Общая пробежка с токелажем по палубе показала, кто на что способен и как действуют в команде. В составе экипажа японского парусника более ста курсантов, которые в будущем станут специалистами по навигации и морскому инженерному делу. Визит был коротким, в отличие от захода перекопа, всего три дня. Кайо Мару еще вернется во Владивосток и совсем скоро. Японский парусник участвует в первой дальневосточной регате больших парусных судов, которая пройдет в сентябре 2018-го. Во Владивостоке завершился 14-й международный фестиваль телевизионных программ и документальных фильмов «Человек и море». Он проводится под патронажем Всероссийской государственной телерадиокомпании и администрации Приморского края. Фестиваль необычный по стандартам, принятых для такого рода конкурсов творческого мастерства среди телевизионщиков и кинематографистов. Кроме авторитетных представителей профессионального цеха журналистов и операторов, в состав жюри входят люди, посвятившие всю свою жизнь морю. Это адмирал Константин Сиденко, председатель Владивостокского морского собрания, вице-адмирал Борис Приходько, основатель Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота, Михаил Рапканов, многолетний руководитель Владивостокского морского торгового порта, почетный гражданин города Владивостока. Оргкомитет фестиваля также пригласил в состав жюри супругу нынешнего руководителя Приморья Светлану Тарасенко. Но капитаном на мостике фестивального жюри уже который год подряд остается один из самых известных российских тележурналистов – Леонид Млечин. Ужас нашей профессии сегодня состоит в огромном потоке всего, что на нас обрушивается. Это страшное изобретение, вот эта кнопочка, которая в руках у телезрителя, если ты его не захватил первой фразой, первым кадром он убежал. А еще и в интернете море все. Я хочу, чтобы меня удивили. Ну, не обязательно меня-то, ладно, чтобы потом удивился зритель. Удивился, обрадовался и захотел посмотреть. У Владивостокский гран-при, который традиционно выглядит как стилизованный образ знаменитого маяка на мысе Басаргин, в этом году отправился в Москву в продюсерскую компанию «Единая медиагруппа», которая выполняет большое количество заказов ВГТРК на документальные фильмы. Так, в 2014-м именно продукция «Единой медиагруппы» – фильм «Тайна трех океанов», а подводная лодка С-56 уже был обладателем гран-при телефестиваля «Человек и море». Фильм, который представляла московская компания, называется «Арктика. Зазеркалье» и рассказывает об уникальном подводном мире Севера. Но жюри было удивлено и работами из Владивостока. Сразу два фильма, техническое сопровождение которым оказывало общественное телевидение «Приморье», стали лауреатами в номинациях «Люди моря» и «Чистое море». Это фильмы давних друзей и соавторов программы «Морское собрание» подводных операторов Дмитрия Рудося и Алексея Кондратюка. Обе работы рассказывают о красотах и проблемах залива Петра Великого. Осенний период в водах архипелага предстает в самых ярких красках. На это время выпадает период размножения многих морских обитателей. На камнях можно увидеть будущее потомство терпуга. А на гидроидах — кладки голожаберных моллюсков. Это самый любимый период приморских дайверов. Воздух становится прохладным, а вода очень прозрачной. Однако этот период пролетает стремительно. Под действием преобладающего холодного течения воды быстро остывают. И на смену теплым южным мусоном приходят северные ветра, несущие с континента холодные воздушные массы. Чем уникален дальневосточный морской заповедник? Почему он назван биосферным? Почему в начале 21 века Организация Объединенных Наций по культурному и природному наследию ЮНЕСКО включила его в свой реестр планетарного значения? Здесь не храняет дальневосточного трепанга или приморского гребешка, пятнистую нерпу-ларгу или спинорога, агономала или акул-катранов. Они тут только все вместе имеют особую ценность. Только в этом их взаимодействии, проникновении холодных и теплых течений и контрастном разнообразии видов — значимость этой жемчужины, как памятника, аналога которому на планете нет. Заповедник, морской заповедник в том числе, это не какая-то изолированная зона, которую нужно обнести колючей проволокой, пустить по нему ток и жестко наказывать любой, кто переступит границу. Не так. Немножко на эти вещи надо смотреть мудрее. Чтобы сохранить, надо убедить. Убеждают, как ни странно, сами обитатели Дальневосточного морского заповедника. При всем прессинге давления человека на эту акваторию, планетарное сознание глубже человеческого. Пятнистые тюлени-ларги за 40 лет именно этот пятачок моря выбрали себе в качестве родильного дома. Они нам поверили. Желаем нашим коллегам и друзьям новых успехов на Ниве морской теле и кинодокументалистике, а всем зрителям программы «Морское собрание. Традиционное. 7 футов под килем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова